Спорт с Медведевой Управляющая торговым центром город, москвичка, гостью нашего города и активный пользователь фитнес-индустрии, я правильно говорила? Все правильно, всем привет! Сергей Востриков, в быту и в миру популярный диджей Джанго, здравствуйте, Сергей! Да, добрый-добрый день! Люди абсолютно разные, но объединяет нас всех здесь присутствующих, одно это любовь к спорту. Но для меня очень понятен всегда спорт на государственном уровне, это спортивная школа, это результат, это тренеры с высокой или невысокой зарплатой, это определенные задачи, которые сформулированы четко в программах по развитию видов спорта. Но, честно говоря, спортивный бизнес это для меня такая немножко неизведанная стезя, хотя самой удалось поработать в спортивном бизнесе. В свое время наша организация Олимпийская орбита арендовала бассейн «Спартак», и были задачи, соответствующие, все это хозяйство содержать, обрабатывать, обслуживать, и, естественно, только спортом и деньгами, которые государство выделяло на это, обойтись было невозможно. Поэтому пробовали в том числе и спортивный бизнес, в частности, я думаю, что мы были первые, кто начал занятия по водной аэробике в городе Кирове. Помню, с моей коллегой Катей Стародубцевой мы сами придумали этот комплекс, он был основан на спортивной тренировке пловцов, соответствующей там концепции, это были повторяющиеся упражнения. И вот помню, как рожали мы этот проект, как о нем объявили, пришла у нас одна спортсменка, такая женщина в возрасте примерно под 50, и мы вдвоем работали для нее одной. И так происходило в течение, наверное, месяца, может быть, даже полутора. И когда казалось, что вот все пропало, все пропало, что вот спортивный бизнес, он в Кирове, ну просто никогда не приживется, потому что здесь люди живут небогатые, у них много других проблем, и на спорт потратиться они не готовы. Но именно в этот момент произошел какой-то перелом, и люди начали и начали приходить в наши группы, и уже через 2-3 месяца было 3 группы по 50 человек. Это было очень приятно, но, честно говоря, и в то время мне не верилось, что когда-то в Кирове доступным станут спортивные центры, ну такие, как сегодня, ФИЦ, Спартак, Прогресс. Сегодня, слава богу, они есть, все они разные, и давайте вот сегодня поговорим о том, что хорошо, что плохо. На мой взгляд, ну сам факт их существования, это хорошо, но так как там все организовано, не так уж все хорошо везде. А вот, Алена, вы занимаетесь фитнесом, наверное, давно, и в разных городах, и в том числе в столице, которые, ну несомненно, сегодня лидер этого бизнеса занимались. Вот как в Кирове вам живется в отношении к спорту? Я хотела сказать, что спорт это вообще не то чтобы хобби, это часть жизни моей, то есть я не могу без спорта. Фитнес-клубы, вот именно первые, да, я все-таки попробовала в Москве уже в сознательном возрасте. Сюда, в Киров, меня привела любовь, честно говоря, да, то есть мой приезд связан именно с этим. И вот я озадачилась, да, и у меня поднялся такой серьезный вопрос, а где мне заниматься спортом? Потому что я привыкла к планете фитнес, я привыкла к ворк-классу, да, где я занималась. Я привыкла к определенному уровню и вообще к организации вот этого бизнеса спортивного. Я провела исследование тут на рынке, вот, в мае. Фитнес еще был закрыт, но там шел ремонт. Честно говоря, все, что я увидела здесь на рынке, ну, меня это повергло в шок, потому что... В шок в плохом смысле. В плохом смысле, да, потому что я не привыкла записываться на какие-то занятия, я не привыкла мыться в этих грязных душевых, я не привыкла заниматься там на грязных тренажерах старых каких-то, с некомпетентными тренерами. Да, которые, в общем-то, из себя хотят представлять. Это такой, знаете, налет, может быть, региональности, я там не претендую, да, я достаточно там, ну, непритязательна, мне кажется, но все равно ты, когда живешь, ты привыкаешь, и для меня это было что-то новое, и такой, знаете, откат на 10 лет назад, все, что я здесь увидела. Ну, практически совок. Совок, да. И тут вот я слышу, что открывается что-то такое федерального масштаба, и мне очень захотелось, меня первое впечатлило, вот, профитс, да, я имею в виду, это менеджеры. Когда они меня встретили, я так подумала, ничего себе, я как дома. Ну, то есть я пришла посмотреть вообще стройку, и как со мной пообщались менеджеры, я подумала, ничего себе, ну, это вот, вот это вот уже какой-то уровень. Мне показали, рассказали, и, ну, тут было решение однозначное. То есть вся организация, она была такая же, как там на федеральном уровне абсолютно, что это планета фитнес, энджой. Куда я ходила, кстати, с Настей Задорожиной, у нас были рядышком кабинки, очень интересно. И воркласс тоже, я разные посмотрела ворклассы, на самом деле. И вот эта организация меня впечатлила, я такая, нет, я только туда, я дождусь, я не буду никуда ходить, вот, и я дождалась. Вы знаете, я сейчас каждый раз, когда прихожу в ФИЦ, я такое ощущение, что домой возвращаюсь. Ну, то есть мне хватит каждый день туда ходить. Это замечательно, вот, Степану наверняка приятно это слушать. Между прочим, это приятно слушать и мне, потому что, ну, как пользователь спортивных услуг, в общем-то, могу выбрать для себя всё, что угодно. Сами понимаете, что там, благодаря моей работе, долгосрочной в спортивной отрасли, могу пойти и в бассейн, и на тренажёры, и на лошади по кастации, и всё, что угодно. Но ФИЦ и меня приятно удивил, но об этом чуть позже. Вот, Сергей, вот у тебя профессия красивого человека. Понятно, что ты не можешь расслабляться и должен заниматься спортом. Твоя история общения с фитнес-клубами Кирова давно ли началась, и как вот это всё происходило раньше? Ну, скрывать не буду, появляюсь чуть ли не каждый день. Да, а когда ты начал вот свой путь по спортивным залам города Кирова? Нет, если мы сейчас берём именно фитнес или спорт в целом? Спорт я начал ещё до школы. Нет, про спорт тут вопросов нет, мы знаем. Ну, наверное, осознанно и отдавая себе отчёт всё, что я хочу и что у меня получается. Я занимаюсь где-то на протяжении двух лет, но я подхожу к этому, правда, серьёзно. То есть я так очень основательно... Вот про основательность. Что в основе твоей основательности? Это погоня за модным местом или вот именно ты всегда глубоко изучаешь вопрос и выбираешь именно профессионально. Ну, во-первых, я всегда так живу, что я живу в удовольствии по большей части. То есть я не люблю себя чем-то напрягать тем, что мне не нравится. То есть мне это нравится, это круто. Удовольствие — это хороший тренажёр, это чистая сауна, душ, или это хорошая компания, или профессиональный тренер. А тут, наверное, это только симбиоз всего. То есть если не будет чего-то одного, это всё равно будет где-то внутри тебя утяжелять атмосферу. Но прежде всего ты должен идти с радостью. Или наоборот, когда нет настроения. Это очень замечательно. Вот эти два часа, кстати, очень интересно меняется жизнь. Вот могу сказать честно со стороны. Вот, Степан, мы пришли к следующему вопросу. Когда человек выбирает для себя линию бизнеса, то это, наверное, такой непростой вопрос. Изучается, будут ли эти вложения рентабельными. Я видела Фитц, когда ещё он готовился только к открытию. Это глобальное вложение, это не шуточное вложение. Не страшно ли было войти именно в этот бизнес? И что подвигло ваших учредителей, вас самого, заняться именно этим? Всё, как всегда, началось с идеи. То есть у нас есть большой опыт в других бизнесах. Я непосредственно занимаюсь маркетингом. То есть что касается изучения рынка, конъюнктуры, трендов и т.д. То есть мы к этому подходим основательно, но всегда любой бизнес должен сопровождаться какой-то мечтой, идеей, видением собственников, так и команды, которые работают в этом. Всё началось с того, что когда-то появилась эта идея во время моего обучения в Австралии, изучения их рынка, их опыта, потому что они гораздо впереди нас в плане фитнеса. Идея началась с такого, что, наверное, у нас это тоже будет хорошо, или у нас это есть, но не на том уровне, как у них. Потом она пережила некоторые трансформации, и мы пришли уже, вот то, что сейчас можем увидеть как раз в центре города. А вы вообще до этого в Кирове уже работали? Да, я до этого работал в банковской сфере. Вот есть несколько банков, в которых я работал, не только в Кирове. У меня бы, наверное, в первую очередь, ну, как у кировского жителя, было бы в первую очередь опасение, а надо ли это людям. Может быть, они вот уже будут пользоваться тем, к чему привыкли. Это небольшие, не очень чистые, но очень дешёвые там какие-то фитнес-центры. Вот не было такого опасения, что не востребуется вот то, что вы делаете. Действительно хорошее дело. Опасения такого не было никогда. Да, опасения может быть только, скорее всего, по концепции, которую мы предложим людям. Потому что можно так же в фитнесе, как и в любом другом бизнесе, есть несколько концепций развития, предложения своих услуг, то есть формата и т.д. и т.п. Это как с автомобилями. То есть вчера мы там были довольны одной машиной, завтра другой, а вот послезавтра нам хочется третью. Так же точно и здесь. Сегодня нам вроде бы устраивает одна ситуация. Но мы показали людям, что действительно сейчас в 21 веке можно получать, на Западе это называется value for money, то есть вы получаете услугу, которая стоит адекватно, которая действительно на хорошем уровне, и это доступно большинству населения. Ну, большинству населения, кто хочет о себе заботиться, потому что когда вы хотите чувствовать себя хорошо, хотите развиваться, хотите выглядеть лучше, вы всегда найдёте способ и время, и деньги, как это сделать. Потому что действительно и ценовая политика ФИЦ, она, я бы сказал, очень лояльна по отношению к потребителю. Вот на самом деле, когда увидела ФИЦ своими глазами, вспомнила то, что когда-то давно-давно читала работы великого известного психолога Леви, который говорил, не думайте о том, что вы пришли в спортзал или в бассейн, и получите от этого пользу. Ну, и концепция его работ в том, что плавание в хлорированной воде бассейна и занятие в душном зале — это может быть ещё больший вред. Поэтому на сегодняшний день, увидев ФИЦ, я поняла, что вот люди действительно очень грамотно подошли к концепции именно пользы для тех людей, которые туда в дальнейшем придут. У меня твёрдое убеждение, что на сегодняшний день в городе Кирове только два спортивных объекта, которые без сомнения принесут пользу. Это центр ФИЦ и это бассейн Быстрый. Спасибо. То есть вот именно в этих двух спортивных объектах идеально продуманы все системы вентиляции, системы обеззараживания воды, системы организации возможности человека попить чистой воды, подышать свежим воздухом и так далее. Вот, Алена, вы со мной согласитесь в этом смысле? А, кстати, вы в Быстрице были хоть раз? Нет, кстати, я не была. Вот если собеседники не были, всем рекомендую, вот в плане именно полезности и соответствия спортивного объекта именно вот этому термину. Там главное, чтобы вода нехлорированная была. Там вода нехлорированная, там вода на основе ультрафиолета обрабатывается. Поэтому рекомендую. Вот, но про ФИЦ. Вот ваше впечатление, именно польза и насколько там все это правильно организовано с точки зрения сохранения здоровья и приумножения здоровья. Я, честно говоря, и по цене тоже мониторила рынок, да. Я скажу, что ФИЦ просто у них может быть у первых систем вот именно годового, да, абонемента. Но сейчас я смотрю, там какие-то есть отклонения уже, да, ближе к народу, так сказать. Вот, но это везде, да. Ты покупаешь за год, и ты ходишь целый год. У меня вообще на 18 месяцев, так что у меня впереди большой. А вот давайте поконкретнее. Вот я в свое время попыталась походить в прогресс. У меня был там абонемент на утренние часы. Кстати, дорого. Это было 2000 в месяц. Но это было уже там 3-4 года назад. Моя цена, с учетом вот различных акций, да, которые вместе со Степаном придумываются, я так думаю, получается полторы тысячи рублей в месяц. Единственное, мне очень многие говорили, что вот посмотри, там же нет бассейна и так далее. Это очень важно. В прогрессе тоже нет бассейна. Ну да, я согласна, да. И там вот Спартак у нас все говорят, что это лучший клуб, там все равно на самом деле. Нет, ну у меня просто, например, аллергия на хлорку. И мне, честно говоря, не нужен бассейн с хлоркой. То есть если это, конечно, фитнес-клуб с бассейном, то обязательно, чтобы он был на хорошем уровне, а не с хлорированной водой. Ну да, на сегодняшний день, к сожалению, все бассейны у нас уже устарели просто морально, за исключением, конечно, Быстрец. Поэтому, естественно, очень сложно организовать бассейн, наверное, на четвертом этаже торгового центра европейских. В принципе, я так думаю, при этом развитии, вот сейчас фитсу конкурентов, я думаю, что вообще нет. Это какой-то вот новый уровень, вы знаете, просто пришел в город, здесь такого нет. И я так думаю, что конкуренции просто нет. Степан, а вот на сегодняшний день, как бы есть ли еще вакантные там какие-то абонементы? Может быть, уже многие опоздали записаться? Или есть еще такая возможность? Нет, мы развиваемся, у нас идет постоянная работа, количество наших гостей постоянно увеличивается. Мы изменили буквально вот-вот действительно ценовую политику, то есть мы ввели ежемесячные карты, мы снизили стоимость на годовые карты, потому что это рынок. Мы коммерческая организация, следуем тенденциям рынка. Если рынок просит, то мы стараемся эту потребность удовлетворить. И хочу сказать как раз по поводу бассейнов, это спасибо нашему государству, что бассейнов много различных, в которые люди могут ходить. На самом деле их очень мало. Вот в городе Кирове после того, как открылся Быстрица, стало всего 8% от того, сколько нужно. То есть еще 92% нам предстоит построить. То есть нам не занято дальше. Возможно, в дальнейшем вместе с вами. Может быть. Есть хороший пример из этой же Австралии, когда строят буквально с такими же фитнес-клубами рядом школы плавания для детей. Там нет огромных бассейнов, но их готовят до определенного возраста именно там. То есть это под патронажем какой-то олимпийской чемпионки, очень популярные школы. Это, наверное, к чему мы все равно придем в будущем. То есть вакансии пока еще есть. Можно приходить и записываться. Сергей, что ты видишь, когда приходишь в фитнес? А я бы вообще добавил, в нашем обсуждении сегодня, в данный момент, мы выделили, точнее, вы выделили два объекта. Это бассейн Быстрица, кстати, в названии которого я тоже принимал. Принимал участие. Принимал участие, да. И в проекте фитнес-клуба «Фитнес». Это в плане здоровья. Я хочу сразу же выделить, да, потому что многие могут не понимать, но это оба объекта этого года. Ну, по сути. Да, это супер. Это как свежий продукт, это как свежая музыка, это как свежий гаджет. То есть это наше время, это стиль времени, это темп нашего времени. То есть всё, что было до, это было до. Это так же, как и старый телефон, он со временем просто становится неудобным. Ты приходишь в фитнес. Ты многих популярных людей Кирова знаешь. Они все там? Я, да, вижу очень много разных. И причём людей, я могу сказать, абсолютно разного возраста, во-первых, то есть от и до. И абсолютно из разных сфер, да. То есть, ну, правда, со всеми, да, там можно долго общаться. Я не случайно спросила, вот на сегодняшний день сталкиваюсь иногда с таким мнением, что фитнес это вот просто настолько круто, что вот простому человеку туда и пойти-то страшновато. Степан, там, Алена, можете развеять? Да я могу завершить свою речь. Я могу сказать, что иногда такие разговоры, может быть, это и хорошо, это касается любого объекта, то есть если про что-то говорят, значит, это что-то волнует, это что-то интересует. Вот, да я вообще не вижу там никакого сверх, вот, как можно сказать, пафос, да, или как. Зачем идти в клуб? Это как? Это надо специально сходить сначала на укладку, потом купить себе какой-то определённый цвет футболки? Нет, лично я очень спокойно отношусь и к внешнему виду, лично своему, там, я, там, получаю удовольствие. Если я, там, долго занимаюсь, я, там, естественно, весь сырой, это нормально, это хорошо. Какого-то сверх, не знаю, я не наблюдаю, и мне кажется, это какой-то чересчур, вот если так. Да, Алёна, вот вы приходите туда, вы чувствуете себя как дома, и нет ли там такого, что, ну, действительно, как-то страшновато зайти, уж слишком всё пафосно, или всё, вот, вот любой, приходи, будут рады. Там, что касаемо меня, для меня это просто привычно, потому что я другого, наверное, в принципе, не видела, да, и не привыкла, что касаемо фитнес-клубов. А от друзей, да, я слышу, вот местных, да, с которыми познакомилась, есть некое такое понятие, это в Москве тоже присутствует, что место становится местом тусовки, то есть туда приходит, ну, не позаниматься, туда приходит показать себя, туда приходит пообщаться, то есть, ну, в принципе, а почему нет? Ну, у меня единственная цель, да, я прихожу туда заняться собой, там, здоровый образ жизни, если я встречу там друзей, я с ними пообщаюсь, в принципе, почему нет? А то, что там нужно покупать, вот как девушки некоторые у меня переживают. Я подарила, кстати, вот, ввели новую услугу, я подарила сертификат, месячный абонемент на день рождения подруги, вот, и вот пока не воспользовались, у меня такое ощущение, что хочется, ну, сначала привести себя в порядок, купить классную одежду, чтобы туда прийти, вот как место тусовки, да, для местных, и... Ну, не у всех есть возможность купить классную, дорогую одежду. Степан, давайте вот расскажем людям, что это совершенно необязательно. Нет каких-то там особых требований к экипировке вновь пришедших, да, к форме. Давайте. Вы можете меня каждый день наблюдать, там, в чём я хожу, допустим. Я абсолютно простой человек. У меня шорты, какая-то футболка обычно, даже не фирменная может быть, кроссовки, красные, New Balance, вот, они просто удобные, мне нравятся. Не знаю, никаких вот дополнительных, как там, какую-то суперодежду для кроссфита, может быть, там, не знаю, там от Emporia Armani какие-то специальные костюмы. Ну, не видел. У нас достаточно простая концепция. Мы делаем фитнес-клуб для людей, просто мы делаем это на не просто российском уровне, действительно, на мировом, потому что есть опыт. Недавно мы были в Испании, то есть смотрели клубы нашего партнёра из Голландии, Тео, это лоукостеры. Там, конечно, гораздо всё проще, чем у нас, но мы просто держим такой уровень на уровне вот как раз с ворд-классом, сеть фитнес-фёст, английская очень, примерно одинаково. Просто хочется сделать для людей хорошо, качественно и доступно. Для любых людей. Для любых людей. А мне кажется, это просто ментальность такая русская, то есть вот какой-то такой поверхностный. Ну, если что-то новое, это на самом деле абсолютно с вами согласна. Я первый год работы Быстрица просто боролась с тем стереотипом, что если это внешне выглядит круто, то туда заходить простому человеку смысла нет, потому что это вообще сногсшибательно дорого, это пафосно. На самом деле сегодня каждый, кто туда пришёл и рассказал своим друзьям, они переломили мнение в Кирове о Быстрице. Я думаю, что и по поводу ФИЦа тоже придёт понимание, что это доступно, и там рады видеть любого. Я, честно говоря, на занятии ни разу не была, но у меня такая цель стоит, я всё равно её реализую. Я воспользуюсь тем правом, которое мне дали владельцы этого заведения, начать там заниматься. И буду делать это стабильно. Обещаю вам, Степан, в ближайшее время это сделать. Но вот ещё такой вопрос. Вот я не случайно вам начала рассказ с того, как работала тренером по водной аэробике, и мы работали для одного человека. Во многих местах, к сожалению, по мере того, как фитнес-центр раскрутился, работает, начал быть рентабельным, хозяева начинают задаваться, возноситься. Это переходит и на тренерский состав, и возникает такое, ну, блин, вот уже полдесят, а всё ещё тут на этой дорожке. Скоро ли вы отсюда уйдёте, нам уже пора домой. Вот нет ли такого в ФИЦе, и если будет там эпидемия гриппа, морозы, и придёт один человек на тренировку, эта тренировка состоится, либо вежливо откажут, попросят там заняться чем-то другим? Эта тренировка обязательно состоится. Такие тренировки есть сейчас, потому что мы понимаем, мы в стадии становления, есть некоторая программа, некоторое время, когда людям не совсем удобно, но есть тренировки уже установленные. Мы корректируем, естественно, график, чтобы было всем удобно. Но даже если один человек приходит на тренировку к определённому времени, если эта тренировка в расписании, то она проходит. Не говоря уже о работе клуба, то есть с 7 до 23 любое время, пожалуйста. И могу сказать, что есть определённая романтика уходить последним. То есть это такое очень интересное чувство схватываешь, когда вечерком... Ну, время, оно же... Если ты хочешь, оно не важно. Вот, Сергей, ты здорово сказал, что есть романтика. Это хорошо, что в ФИЦе это романтика. Есть множество фитнес-клубов в Кирове, где-то не будет для вас романтикой. Вы будете человеком, которого просто испепеляют ненавидящим взглядом. Это как последний клиент в ресторане, когда все смотрят на тебя. Да нет, я могу сказать по собственному опыту, что я даже сам говорю, ну, мы достаточно хорошо, я знаю весь тренерский состав ещё до открытия практически все мы общаемся и общались. Ну, я занимаюсь без тренировки, потому что у меня всё чётко выстроено, я знаю, что в какой день мне делать. Ну, мы больше консультируемся и такая дружеская беседа. Я говорю там, ну, если ты устал, можешь, в принципе, идти пораньше. Нет-нет-нет, всё нормально. Иногда, да, без двух минут одиннадцать я выхожу, а я любитель ночи, поэтому для меня это вообще очень правильно. Кстати, вот ещё один хочу для себя уточнить момент. То есть я тоже готова работать без тренера. То есть я, в принципе, чётко понимаю, что бы мне хотелось, я могу дозировать себе нагрузку. Вот для таких, как я, свободный доступ к тренажёрам, он есть? Конечно, обязательно. Но мы со своей стороны сделаем, что мы всё равно проведём пробную тренировку для вас, чтобы показать, как и с каким тренажёром работать. Да, чтобы тренер посмотрел технику, где-то подкорректировал, и вы уже дальше могли сами заниматься. И каждый тренажёр снабжён аннотацией. То есть на какие группы мышц идёт нагрузка, как правильно выполнять упражнения. Достаточно всё интуитивно и просто, потому что мы используем, ну, можно сказать, самое лучшее оборудование компании Life Fitness. Это производитель крупнейшей в мире профессионального оборудования. Биомеханика, плавность хода, безопасность, это всё действительно на высшем уровне. Вот слышала о том, что у вас есть тренажёр на удержание равновесия, и это на самом деле практически есть только в ФИЦе. И это очень полезный тренажёр для того, чтобы скомпенсировать недостатки в позвоночнике. Вы планируете для медицинских работников сделать какую-то организованную экскурсию, потому что вот... Это про боссу? Это боссу, скорее всего. Да, скорее всего, это босс. Наверное, чтобы слушатели правильно поняли, такие полусферы, одна сторона, которая как раз очень из плотного материала, а вот сам некий такой полукруг, он такой полукаучук, полурезина, и разной плотности он, да, по-моему, есть там три вида плотности. очень многие врачи, которые работают с проблемами позвоночника, советуют человеку держать равновесие, потому что начинают работать мышцы, которые там бездельничают. Вообще для врачей, которые работают в медицинской сфере, в Кире, наверное, было бы не лишним посмотреть вообще возможности вашего фитнес-центра для того, чтобы потом в дальнейшем рекомендовать своим пациентам. Потому что вот я, когда узнала про такой еще тренажер, это вот в определенной степени стало бы для меня решающим фактором. Может быть, я бы ходила только на нем позаниматься. Вполне-таки могут быть. Может быть, имеет смысл запланировать для врачей? Может быть, да. У нас фитнес-клоп открыт для всех. То есть, если кому-то интересно попробовать, все, можно всегда прийти на бесплатный пробный тур и целый день с утра до вечера... Давайте про бесплатный пробный тур, потому что это действительно вот... А как понять? Хочу я заниматься в тренажерном зале, когда я до этого вообще этого не делаю? Да, я прекрасно осознаю, что вы, когда приходите в спортивный клуб, хочется понять, насколько вам комфортно, насколько нравятся душевые, насколько здесь хороший воздух, насколько чисто, насколько хорошее оборудование, ну, просто насколько вам здесь приятно находиться и заниматься. То есть, у нас есть бесплатный пробный тур. Вы приходите к нам, записываетесь, и все. Берете с собой спортивную форму и начинаете заниматься. И можете провести здесь целый день. Да, целый день с 7 до 23, в будние дни с 9 до 22, выходные, сколько угодно, попробовать любые групповые программы, попробовать любое оборудование, БОСУ, все что угодно. БОСУ, да. И тренер вам приведет все равно вводный инструктаж, то есть, первую тренировку и покажет, и расскажет, что нужно делать. Если возвращать к БОСУ, я могу дополнить, я, допустим, занимаюсь с Михаилом Власовым, отличный тренер, отличный профессионал, как раз это один из элементов функционального тренинга. И он прекрасно понимает, что человеку не только нужно железо таскать, но еще и полноценно развиваться. Поэтому у нас гимнастические мячи, как раз БОСУ, такие упражнения в ТРХ, допустим, это на еженедельной основе все производится. Алена, а вы что для себя выбрали? А я, знаете, хочу в первую очередь добавить, что вот что впечатляет, да, об организации, если мы уже говорим, о развитии бизнеса, да, там вообще спортбизнеса. Вот говорят, что в России вообще сервиса нет, в принципе, да, вот если сравнить там с Америкой, там с Европой. Так вот, в Кирове, да, я не говорю уже про Москву, сервиса нет. Но ты когда приходишь в этот клуб, да, ФИЦ, тебя от самого первого шага просто так окутывают вот этим вот... Заботой. Да, заботой. От менеджеров, да, до лучший тренерский состав, да, я могу сейчас подтвердить, что, наверное, лучший тренерский состав, и, например, тренер, там Юлия Казаковцева с ее там титулами, да, которые меня сейчас тренируют, таких нет, наверное, в городе. То есть... А вот этот сервис создают люди, персонал. То есть, насколько грамотно подобран персонал, да, там менеджеров по продажам до тренерского состава, насколько они... Администраторы внимательные. Насколько они умные, добрые, насколько они... Ну вот это действительно большая работа. И вот тут чувствуешь сервис. То есть, вот почему я чувствую, я как в Москве, как дома, да, чуть-чуть есть, да, вот такое дуновение Запада, да, такое вот Европы, потому что вокруг, когда выходишь обратно на улицу... Я поняла, о чем вы говорите, но поведение на дорогах и прочие вещи, к которым я никак не могу привыкнуть до сих пор. Кстати, создать команду, это в России в целом, в Кирове, в частности, это огромная проблема, и если это удалось сделать за столь короткий срок, это уже, там, процентов 70 успеха. Как вы считаете, Степан, удалось собрать уже команду единомышленников, профессионалов, или еще идет процесс становления? Я считаю, что мы всегда в процессе становления, потому что никогда не удается сказать, вот все, это создано, это вот сделано, и вот эта команда, потому что мы развиваемся, в ближайшее время мы открываем новую площадку, это в Ульяновске, то есть в ФИЦ, опять же появляются новые люди, то есть мы хотим, чтобы они как раз были с нами на одной волне, чтобы они пропагандировали наш образ мышления, мы хотим действительно быть даже не федеральными, а именно впитывать все практики с Запада, и не стесняться этого, потому что сейчас все говорят, вот Запад то, вот Запад все, но конкретно в фитнес-бизнесе все идет оттуда, мы пытаемся просто взять оттуда все и адаптировать это для наших людей. они же намного раньше начали, то есть людей сподвигли к походу в фитнес-центры, в первую очередь, я считаю, что глянцевые журналы. Когда это стало доступно в России, мы начали видеть, каким может быть человек, он ведь не божитель какой-то, он тоже обычный человек, но он гораздо более красивый, успешный на вид там и хорошо тренированный, и нам захотелось быть такими же. Почему нет? Ведь россияне не менее талантливые, не менее способные, и не сомневаюсь, что даже более красивые, чем представители там Запада. Помогает ли вам занятие в фитсе в вашей работе? Непростая работа диджея? Конечно, помогает. Во-первых, это правильное распределение сил, то есть если ты их потратил в зале, и на самом деле я могу весь день провести очень активно в городе, если я нахожусь именно здесь, я могу спокойно позаниматься спортом, и при этом еще, ну не знаю, правильно это было, неправильно сказано, я могу отыграть на трех площадках до 7-8 утра, и при этом встать на следующий день в час и опять заняться делами. То есть для многих это кажется какой-то сумасшедший ритм, а я 15 лет в нем живу, и честно говоря, когда у меня уикенд один выдаются какой-то более-менее спокойный, у меня наоборот начинается такая не самая веселая пора в жизни, я начинаю очень много задумываться о чем-то другом, то есть мне нравится этот ритм, я люблю наполненные дни, я люблю быть уставшим, это вот как-то, наверное, так вот сказано, мне нравится, да? Нет, на самом деле самая лучшая таблетка от депрессии это занятие спортом, а занятие в таких центрах, как ФИЦ, это еще и польза не только для психики, это польза и для всех систем, и для сердца, и для легких, и для мышц, вообще для всего-всего, это еще и приятное общение. У меня сегодня супер приятное общение в студии, к сожалению, расставаться все-таки приходится, давайте договоримся, что встретимся здесь через год, о чем будем говорить, о том, что оправдались ли надежды организаторов ФИЦ, о том, не исчезло ли желание у моих собеседников заниматься, и о том, как Киров выгодно отличается от Ульяновска. Не сомневаюсь, что сравнение будет в пользу Кирова, потому что немножко знаю там спортивную отрасль Ульяновска, и мне кажется, что в Кирове лучше. Дорогие друзья, мы сегодня говорили о спортивном бизнесе, в частности, о спортивном ФИЦе в нашем городе, дай бог процветания этому спортивному комплексу и здоровье его организаторам. У меня в студии были Степан Тарасов, директор по развитию сети фитнес-клубов ФИЦ. Спасибо огромное, Степан. Спасибо за приглашение. До новых встреч. Алена Чеснокова, управляющая торговым центром «Город», активный потребитель услуг ФИЦа. Удачи вам, всего доброго. Сергей Востриков, популярный диджей Джанго. Спасибо всем, всего доброго. В студии была Светлана Медведева со своей авторской программой. До новых встреч. Авторский проект «Спорт с Медведевой»